Стройка стройкой, а комфорт жителей на первом месте компании «Траншинстрой» остается на домах. Решение этого вопроса обсуждается прямо сейчас за этой дверью с главой района и инициативной группой. В связи со сложившейся в Одинцовой ситуацией по управлению многоквартирными домами у жителей города накопилось много вопросов, главный из которых – отношение главы района к данной проблеме. Андрей Иванов, в свою очередь, всегда готов к подобному прямому и открытому общению. Интересы жителей стояли и будут стоять у администрации на первом месте. Мы готовы. Я, наверное, еще у вас в памяти это не стерлось. Я по 3-4 часа стоял в залах, когда объезжал все поселения и сейчас готов к любому диалогу. Для этого мы можем предложить площадку волейбольного центра, в которую помещается как минимум 3000 человек, если такая необходимость есть, наш зал администрации, дом офицеров и так далее, и так далее. Я ни от какой встречи не уклоняюсь и не убегаю. Приглашайте, в любое время я готов вместе с вами находить решения, принимать какие-то, может быть, даже неудобные решения для власти, но поддерживать вас. На совещании глава района подчеркнул, что в целом доволен работой Трансинчстроя и согласен с жителями в том, что управляющая компания должна продолжить обслуживать жилой фонд. Есть отдельные замечания по качеству работ, но они не носят принципиальный характер и не мешают предприятию оставаться одним из лучших в районе. ТИС выполняет свои обязанности вполне достойно. Также, по словам главы, многое зависит и от самих жителей. Ведь, несмотря на то, что сейчас положение в сфере управляющих компаний неустойчивое, забывать о коммунальных платежах ни в коем случае нельзя. Это сказывается на общей задолженности компании перед поставщиками ресурсов и на подготовке к зиме. На данном этапе долг населения перед обеими компаниями составляет порядка 83 миллионов рублей. Сейчас мы, безусловно, наблюдаем по вашим компаниям определенный недосбор, потому что многие люди пытаются воспользоваться этой ситуацией и просто не платить. Они не платят в какие-то другие места, они не платят по другим платежкам, они просто поджимают платежи. И у вас, поэтому, я думаю, что Львов Александр подтвердит, у вас сбор теперь не 96%, а, наверное, 60-65%, около 70%. При всем при этом существует определенная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, что является следствием этого недосбора, очевидно. Но, тем не менее, эти долги тоже нужно погашать. Когда есть проблемы в бизнесе, многие из вас с этим сталкиваются, люди идут в кредитные организации и решают эти проблемы для того, чтобы не подвести власть, не подвести ресурсоснабжающие организации, водоканалы, теплосети и так далее. Как отметил Иванов, основные претензии у власти – к несоблюдению закона. В период лицензирования ТИС, как и еще ряд компаний, не выполнили некоторые обязательные требования и не получили лицензию в срок. Городской совет депутатов был вынужден назначить на жилой фонд компаний временную управляющую компанию МУП УЖХ. В противном случае грозил риск возникновения чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы избежать этой опасности, и назначили муниципальную компанию. Однако, по факту, Трансинжстрой продолжил исправно обслуживать свой жилой фонд. На встрече инициативные жители хотели услышать обещание, что ТИС останется на своих домах. И они смогут успокоить собственников, которые по-прежнему верны данной управляющей компанией, уже более 15 лет. То, что они услышали, полностью оправдало их ожидания. Я считаю, что будет так, как вы хотите, но в рамках закона. В рамках закона. Это ключевая фраза. Дайте мне возможность выполнить то, что вы хотите, но законным способом. У вас будут компании Трансинжстрой и домсервис на тех домах, на которых они находились. Основной посыл главы – встречаться как можно чаще для более оперативного разрешения любых кризисных ситуаций. По итогам встречи была составлена дорожная карта, с помощью которой в рамках закона предстоит найти решение по всем проблемным вопросам. Нила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.